Маски, защитные экраны, перчатки и халаты члены избирательной комиссии встречают посетителей во всеоружие. Голосование должно пройти не только открыто, но и безопасно. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на участках в кампусе МГИМО проверил председатель общественной палаты Подмосковья Анатолий Таркунов. Меры приняты, но век, страординарные, и они соответствуют, конечно, и эпидемиологической ситуации, и тем опасениям, которые существовали. Но, вот, знаете, хочу сказать, что, конечно, так как это организован здесь, во всяком случае, заразиться надо умудриться. Результатами проверки Анатолий Таркунов остался доволен. Замечаний к работе участковых избирательных комиссий нет. Явка высокая, в том числе благодаря волонтерам. До начала голосования добровольцы провели большую разъяснительную работу. Рассказывали о тех поправках, которые будут вноситься в Конституцию. Соответственно, кто-то у кого-то есть негативный, кто-то у кого-то положительный. Но мы им издавали листовки, где более детально были расписаны те или иные поправки. И это лишь малая часть работы, которую проделали волонтеры за последние месяцы. Их помощь нуждающимся во время пандемии сложно переоценить. Волонтеры просто самоотверженно и с интересом, и, я бы сказал, очень с большим таким запалом, патриотическим и эмоциональным эту работу выполняли. Так что большое спасибо волонтерам. Вклад добровольцев в борьбу с распространением коронавируса на днях оценил и губернатор Московской области. Андрей Воробьев вручил добровольцам памятные медали и почетные грамоты. В числе награжденных оказался и житель Одинцова Вадим Лупоносов. Мария Шматкова, Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.